я всех приветствую сегодня мы потестируем графитные акварельные карандашики faber castle с ними работаю первый раз сейчас вообще откроем посмотрим что они из себя представляет здесь у нас в общем 5 карандашиков твердостью 1 hb 2b так перепутали с местами 4b и 8b так попробуем разобрать их что они из себя представляют пробуем начнем с hb как он себя ведет в качестве штриха и тушевки ну по акварельной бумаге очень хорошо очень мягко приятно и послушно конечно hb я все не буду тестировать возьму 4b думаю достаточно будет ли такой плотной бумаги у меня бумага акварельная бао хонг китайская стопроцентный хлопок достаточно для теста давайте попробуем это у нас 4b такой достаточно уверенный штрих и тушевочка тоже такая плотненько вполне себе насыщенный графит даже очень темные участки делать так в целом карандаши похоже на обычные графические если честно я не знаю разница какой-то пока не вижу давайте попробуем размыть водичкой честно мочим кисточку смотрите размывается в тон серенький становится если мы возьмем 8b ну да то есть по сути как цветные акварельные то есть графит который размывается в сепию я бы сказал тогда в серый тон смотрите прикольно кстати нет для тех кто любит акварель я думаю интересно будет попробовать смотрите видите даже растяжку можно пускать интересно как получается здорово они даже полностью полностью размываются ну как интересно так и что с нашими стрихами ну да тоже здорово давайте попробуем что-нибудь нарисовать с помощью них так сейчас я их заточу как следует и мы вернемся уже сделаем какой-нибудь сюжетик так ну немножко карандашки заточили давайте попробуем какой-нибудь сюжетик зарисовать небольшой скетч заодно посмотрим как себя ведут карандаш начну с hb ну да hb такой достаточно тверденький ну да и Продолжение следует... Продолжение следует... Так, это у меня было 4, мы давайте возьмем потверже. Сделаем какие-то легкие нюансы и попробуем размыть уже плотнее. Попробуем размыть. Он, кстати, стирается легко. Ну, я думаю, здесь детализация излишняя, потому что все-таки мы будем размывать какие-то элементы. Поэтому давайте уже попробуем размыть всю эту историю. Ну, не могу остановиться. Ладно. Так, берем кисточку и попробуем что-то размыть. Ну, в первую очередь начнем немножко вот с... Ну, местами можно домик подсмазать. Вон, прикольно. То есть можно где-то оставлять граффит, а где-то можно списывать. Ну, это, кстати, интересно. Какие-то теневые участки. Кисточка просто была намочена, да, водичкой обычной. Да. Ну, в переднем плане тоже чуть-чуть поработаем. Ну, по сути, это как комбинация акварели и граффита, да, получается. Интересно. Для первого раза такой был, может быть, не очень удачный выбран сюжет, но, тем не менее, видно, что карандашик очень классно размывается водичкой. И получается такой вот... Ну, дальний план сильно не будем. Единственное, эти провода можно... Понасыщеннее сделать. Вообще классно. Классно. Это, получается, можно комбинировать граффику и... Да, немножко такую... Возможности акварели. Я думаю, я буду еще пробовать с этими карандашиками поработать... Поплотнее в разных других сюжетах и техниках. Вот такая вот у нас получилась зима, я бы сказал. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok